Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал LEGO Crazy Motion. Меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас опять немного военной техники на нашем канале. Значит, как вы знаете, ну, наверное, многие из вас знают, не так давно Брик Армса выпустил новые обвесы для солдат, для американцев и для немцев на Вторую мировую. Я сразу не купил, пока там копил деньги, пока разбирался, что мне нужно, пока занимался другими проектами. Наконец-то я решил купить. Ну и чтобы не заказывать из-за границы, чтобы долго не шло, я решил купить на Нева Брике. Это уже все продается, достаточно давно продается, это я пока тупил. Короче, вот в магазине на Нева Брике я купил. И давайте посмотрим, что же я, собственно, купил. Открываем мою посылку. И давайте по чуть-чуть. Значит, до обвесов мы еще дойдем. Во-первых, я наконец-то обрел цветной автомат Калашникова. Просто дикое счастье. Это у нас что за фирма? Я не вижу. Это какая-то китайская, наверное. Собственно, все китайское. Но не суть. Короче, автомат продавался в индивидуальной упаковке АК-47. И вот. Это первый автомат Калашникова у меня, который вот такой вот цветной. По форме он отличается. Я думаю, что многие из вас, кто смотрел Сталкера, узнали, автомат похож на тот, с которым ходит, собственно, Сталкер. Наверное, есть смысл в руку дать кому-то, чтобы он был понагляднее. Сейчас, секундочку. Ну, вот так будет получше. Ну что, мне кажется, что доля реалистичности увеличилась с наличием вот такого вот цветного пластика на автомате. Цветной приклад, пистолетная ручка и цевьё. В общем, выглядит очень круто, как мне кажется. Вот такой вот цветной автомат Калашникова достал я на Невабрике. В чём ещё фишка этого автомата? У него снимается магазин. И очень классно в мультиках использовать при перезарядке. Вытащил магазин и вставил в магазин. Очень надеюсь, что не отломается, что продержится хотя бы какое-то время. Причём прикольно сделано. Как будто даже один патрон уже из-за обоймы переходит, не знаю, как эта часть называется, короче, как будто уже переходит в механизм для стрельбы. И вот здесь вот его видно. Отсюда, по идее, должна вылетать гильза. И здесь этот патрон даже видно. Короче, сделано очень круто. Надеюсь, что быстро не сломается. Второй автомат абсолютно такой же. Его распаковывать не буду. А, оказывается, я их три купил. Ещё третий такой же. Ещё я купил снайперскую винтовку. По-моему, это Спрингфилд. Я вот не могу сейчас понять, не могу вспомнить очертания Спрингфилда и Кара. То ли Спрингфилд, то ли Кар. Но, по-моему, всё-таки это Спрингфилд. Короче, цветная винтовка теперь тоже есть. Коричневая с чёрным. Смотрится очень даже тоже прикольно. И ещё я купил цветные три такие немецкие ручные гранаты. Давайте мы возьмём немца одного из моих любимых пятнистых и ему гранату дадим. Вот. Вот у нас и немец с цветной гранатой. Очень даже ничего он смотрится. Гранаты тоже взял три. То есть, в итоге я купил три автомата Калашникова цветных со снимающимися магазинами. Три снайперские винтовки цветных и три ручных гранаты тоже цветных. Очень неплохое пополнение моего арсенала. Ну, а прежде чем мы перейдём к основной части, к обвесу, я хочу показать подарок. Это я не покупал. Это мне в магазине просто дали в подарок. Наклейки. Здесь, что у нас есть, какие-то силуэты для стрельбы, типа тира. Потом я вижу наклейки американская, All American Division, кричащие орлы. И это, как, седьмая кавалерия, по-моему. Плюс флаги разных стран мира. Всё это наклейки, которые можно... Вот тут нарисовано плечо фигурки и можно на плечо клеить. Может быть, я и правда какой-нибудь All American приклею своим пехотинцам, точнее, десантникам при высадке в Нормандии. Также есть наклейка полицейская линия, которую нельзя пересекать. Ну и вот что вот это такое, я, честно говоря, не совсем понимаю. А, видимо, сюда как раз-то и нужно клеить вот эти вот... Target sheet, то есть, короче, мишени для прицеливания. Сюда её клеишь и её потом как-то там прикрепляешь. Вот, это подарок был от Niva Brick. Ну и теперь давайте смотреть уже основное, что я купил. Вот они, обвесы для немецких, американских солдат в разном цвете. Здесь и оливковый, и чёрный, и песочный, и серый. И, по-моему, они все вроде как на Вторую мировую. Больше не подо что особо и не подойдут. А, нет, обманываю. Уже прямо сейчас сразу вижу обвес с подсумками для Калашникова. То есть, ну, или на современщину что-то. Такой, наверное, больше на Афганистан какой-нибудь подойдёт. Ну, давайте посмотрим. Сейчас начнём мы со Второй мировой, там дальше как пойдёт. Ну и первыми на обзоре будут чёрные обвесы. Это у нас немецкие. Как мы видим, слева направо у нас идут винтовочные обвесы. Здесь подсумки под винтовочные магазины. Потом идёт обвес под пистолет-пулемёт, под магазины длинные. Дальше идёт командир с кобурой. И затем снова идёт солдат-штурмовик с винтовочными патронами. И за поясом у него торчит две гранаты. Вот таких вот в чёрном цвете для немцев я набрал примерно 3,6, 9, 10, 13 штук. Командир один. А остальные 12, видимо, по 4 каждого типа. Мне кажется, что с таким обвесом трёхмерным, так сказать, выглядит намного реалистичнее и круче. Вот это вот немецкая бригада. Давайте сзади их посмотрим, как они выглядят. Сзади детализация тоже отменная. Здесь у нас и фляжки, и подсумки, и канистры для противогаза. Короче, сделано очень-очень прикольно. Итак, это обвес чёрный на немцев. Теперь смотрим, что же у нас ещё есть. Ещё один тип немецкого обвеса – это такой пулемётчик. Собственно, может быть, это и не пулемётчик, но человек, который бегает за пулемётчиком и носит патроны. Как мы видим, у обоих солдат пулемётная лента идёт через грудь, через шею и возвращается с другой стороны через плечо. Вот таких вот я взял три штучки на всякий случай. Хотя три пулемётчика в одном бою – это многовато, наверное. Двух было бы достаточно, но я взял три. Видимо, один запасной на всякий случай. С обратной стороны тоже мы видим здесь вот ножи справа у них висят, канистры и какой-то маленький, что-то вроде плащ-палатки свёрнутой, или полотенце, или спальник. Что-то непонятное. Вот, короче, вот такие вот ещё обвесы для пулемётчика. На этом с немцами закончено, дальше, по-моему, уже будут американцы. У американцев в бежевом цвете с разнообразием намного хуже. Я взял два обвеса с пулемётом. Вот пулемётная лента, так же, как у немцев. Идёт чуть-чуть другой дизайн. Вообще радует, что поменяли, что не сделали абсолютно такой же, только цвет другой. Нет, отличается, по-новому отливали, так что всё окей. А второй тип, это, скорее всего, для карабина М1, потому что под Томпсон не подходит. Ну, может быть, под М1 Гарант ещё, конечно. Вот, значит, таких я взял 10 штук, чтобы можно было собрать отделение. Ещё были обвесы для Томпсона с длинными магазинами, под сумками под магазины. Но на момент, когда я делал заказ, их все уже раскупили, и я такие взять не смог. Мне не хватило. Поэтому в оливковом цвете у меня их не было. Вот так вот выглядит это с обратной стороны. Мы видим, что у американцев красиво детализировано. Видна лимонка, видна фляжка. Ну, и рюкзак квадратной такой вот формы, как на Вторую мировую. И палка, это вот сапёрные лопатки. Таких вот 10 рюкзачков у меня есть. Ну, и пулемётный, собственно, отличается тем, что, в принципе, всё то же самое. Ну, это конец сапёрной лопатки, но видна пулемётная лента. Вот по поводу бежевого цвета, боюсь, что это всё. Всего два типа. 10 у меня будет таких вот карабинно-оружейных обвесов с бандольерками. И будет пара пулемётчиков. Из оливковых у меня всего два типа, на самом деле, этих обвесов. Один на современную войну. И мы видим, что, ну, мне кажется, что десантнику подходит. Вот я одел на десантника этот самый обвес. Видны магазины из-под Калашникова, которые выглядывают такие. Короче, под современную разгрузку, мне кажется, вполне потянет. С обратной стороны ничего нет. Здесь место для рюкзака какого-нибудь. То есть, ну, обвес, разгрузка, в общем, по мне так удачная. На современную войну очень даже хорошо подойдёт. Для наших десантников под Калаш вообще идеально. Ну, судя по форме магазинов, которые торчат, под Калашников должен подойти. Вот пять штучек таких на современную я взял. Всё, последний заход. Значит, я американцев одел в последний вид оливковой разгрузки, который у меня была. И здесь мы видим, что всё заточено под магазины от Томпсона. Значит, это у нас оливковая разгрузка для американцев с пистолетом-пулемётом Томпсона. Выглядит очень даже прикольно. Единственное, что будет отличаться, что с ружьями будут в бежевом цвете. А с автоматами, точнее, с пистолетами-пулемётами будут вот такие вот немножко зеленоватые. Это всё на Вторую мировую. На Вьетнам даже уже не потянет. Поэтому будем использовать только при борьбе с немцами. С обратной стороны также квадратный рюкзак, подсумок и по две гранаты. Отличается задняя часть обвеса разгрузки от бежевой. Там, мы помним, была одна граната, кажется. Короче, отличия есть. И это хорошо. Давайте ещё раз на них спереди посмотрим. В общем, вот такие вот вещи я купил на Невабрике для пополнения своей коллекции, для разнообразия, чтобы в мультфильмах смотрелось живее и интереснее. Надеюсь, скоро всё это увидите в моих мультфильмах. На этом, пожалуй, свой обзор по ссылке из магазина Невабрике я буду завершать. Покупкой я доволен. Это должно разнообразить, оживить мои мультфильмы. Так что, надеюсь, вы не пропустите их, посмотрите и скажете своё мнение. Я сказал всё, что хотел. До новых встреч на канале. Увидимся. Счастливо. Пока.